В 2015 году районная футбольная федерация впервые в истории организовала полноценный кубковый турнир. Причем, несмотря на трудности, удалось сохранить формат большого футбола с полноценными составами команд. Все матчи игрались 11 на 11. Холодное зимнее время, когда многие организаторы переходят на сжатые форматы, на форматы 8 на 8, 5 на 5, мы решили сохранить формат большого футбола, мы сжали немножко время наших таймов до 30 минут, и у нас все получилось, мы очень так уверенно, размеренно в субботу и воскресенье проводили по три матча. Участвовали шесть команд Зенецовского района, я перечислю команда Арбат, команда Арарат, команда Сборная горки, команда Торпеда Жаворонки, команда Витязь Старый городок и команда ОДК Одинцова. В рамках кубка было сыграно 19 матчей. Четыре из шести клубов участников вышли в плей-офф, где в финальном матче между командами Одинцовский Арбат и Арарат и решилась судьба главного трофея. В упорном поединке со счетом 2-0 победили арбатовцы. Также впервые на кубке матча обслуживались тремя судьями, и здесь в роли арбитров отлично зарекомендовала себя футбольная молодежь. Раньше они судили только детей, а сейчас они немножко попробовали посудить взрослые мужские соревнования. Это немножко разные вещи, как бы, то есть тут иногда накал зашкаливает, и переходят чуть не в ту сторону, да, а судья должен это отрегулировать. Особенно молодому судье это достаточно трудно. Где-то кто-то стесняется разговаривать, где-то что-то еще, то есть, но в целом ребята справились, я хвалю их и хочу сказать то, что в будущем они прибавят, и будут у нас тут судьи в Одинцово очень отлично обслуживать матч. Молодые ребята поедут на обучение, то есть это одно из достижений этого турнира. Еще одно новшество. Во взаимодействии с областной федерацией на кубке впервые применялась электронная система управления соревнованиями. Ее удобство оценили участники и болельщики. К сожалению, главная команда района, футбольный клуб Одинцова, не смогла пройти в финал Кубка России первой лиги по мини-футболу. В гостевом матче с Тверским Конаковым и выиграли, но счет был недостаточным для итоговой победы. Не хватило нам нескольких голов, чтобы пройти дальше. Но мы не отчаиваемся, мы готовимся теперь к полноценному первенству России по мини-футболу. Первая лига Московской области. Там будет участвовать шесть команд. Мы предоставляем город Одинцова. Первая игра у нас на выезде. С командой Видное. Из города, соответственно, Видное. Ближайшая домашняя игра будет проходить в зале «Искра». Все игры домашние в зале «Искра» по воскресеньям. Начало матча в 17.30. И ближайшая игра будет 12 декабря 2015 года. Футбольный клуб Одинцова приглашает своих болельщиков на трибуны уже 26 ноября. Также стартует и первенство района по мини-футболу. Его матчи тоже будут проходить в «Искре» по четвергам и пятницам. Петр Горохов, Евгений Муравлев. Телекомпания Одинцова.